Друзья мои, здравствуйте! Мы сегодня в гостях у Кати Вич. Вич. Да, здравствуйте, Кати. Здравствуйте, Жанна. Вы знаете, что я хочу вам сказать, что мы с Катей познакомились вчера на концерте у Дианы Скавронской. Вот мы как раз держим программу, да, так скажем, программу для тех, кто посещает концерт. Так вот, друзья, я хотела бы вам сказать, что в будущем, буквально совсем скоро, я сделаю репортаж Дианы, как я обещала вам. Но сегодня я буду говорить с главным человеком, который делает прическу, который делает мейкап для Дианы, это Катя. Спасибо за представление. Катя, я думаю, что Диана не случайно выбрала вас, потому что вот я вчера обратила внимание, человек, который все-таки занимается тем, что снимает видео, я обратила внимание на ее мейкап и на прическу в первую очередь. И вижу, что прическа довольно-таки сложная. Значит, расскажите немножечко о своей деятельности по прическам. Сначала давайте по прическам. Расскажите, пожалуйста, как вы открылись? Почему у вас вот идея такая вот возникла, открыть именно салон по прическам и по мейкапу? Началось все с того, что я хотела заниматься чем-то интересным. И когда встал вопрос нашего переезда с мужем, я понимала, что я переезжаю в другую страну, в которой у меня нет свободного языка, я не могу заниматься предыдущими моими деятельностями, я работала как продакт-менеджер, как бухгалтер. И, в общем, хотела заняться чем-то интересным для себя, то, что меня вдохновляет. И первое, с чего я начала, я пошла на курсы визажиста. Это была прям любовь с первого взгляда. То есть, мне настолько прям нравилось, что меня прям захватило это. Но, так как я сама родом из Сибири, и у нас довольно насыщенный рынок мастерами такой категории, если вы все-таки хотите ваше хобби переводить в какую-то деятельность более профессиональную, то вам необходимо быть более мультизадачным. То есть, вы должны уметь, например... Ну, очень удобно, когда клиенту приехал один мастер, и за два часа, например, сделали и прическу, и макияж. Это намного дешевле и быстрее, чем вызывать двух мастеров, платить двойной тариф за выезд и прочее остальное. Поэтому макияжа была любовь, а волосы и прически, укладки, это была уже такая работа. Потому что я пришла к этому, что мне необходимо развиваться в этом направлении тоже. Но это прямо не заходило мне очень долгое время. То есть, я трижды брала какие-то классы у специалистов. Я нанимала девочку, которая очень красиво делала прически, я училась у нее. Потом я ходила на курсы, потом я брала еще курсы. Ну, то есть, и каждый раз после завершения каждого курса я думала, я не хочу заниматься волосами, мне не нравится, это прямо для меня работа. Я все время как-то чувствовала себя некомфортно в этом. Но в какой-то момент, уже после переезда сюда в Америку, я работала с клиентами и также предлагала пакетом услуги, потому что у меня все еще остались мои знания со мной и техники, и все, чему я научилась. Но я никогда не позиционировала себя как мастер по прическам. Я позиционировала как визажист, который может что-то сделать с волосами. Так, то есть, получается, вы в первую очередь визажист? Да, я визажист и уже немножечко, немножечко мастер по прическам. Я вам сказала, что это будет правильнее, назвать меня так. Да, тогда мне надо поправить немножечко в том плане, что... Мы можем переснять, если хотите. Катя, в первую очередь, визажист. Нет, мы ничего, мы переснимем, мы будем дальше продолжать. Хорошо. Катя мне сказала о том, что она сюда приехала, именно в Сан-Франциско, потому что супруг работает в IT-сфере. И Сан-Франциско довольно-таки город очень такой особенный. В плане того, что, ну, не так много заказов, наверное, как может быть в Нью-Йорке, в Читаре. Да, это правда. Или в Лос-Анджелесе. Как вы работаете здесь? Какие у вас клиенты? Кто у вас клиенты в Сан-Франциско? Когда я приехала сюда, в Баэрию, в Силиконовую долину, мы суммарно здесь находимся сейчас 3 года. Из них полтора года мы жили в Уолнат-Крик и полтора года вот здесь в Сан-Франциско. Мои клиенты здесь в основном это обычные женщины, которые хотят выглядеть хорошо. Или очень много, кстати, наших выходцев из нашего постсоветского пространства, потому что у нас есть определенная культура красоты. И вот быть девочками, быть женственными, мы любим наряжаться. Здесь, конечно, Силиконовая долина очень влияет на стиль, на отношения, на поведение людей в обществе, так как здесь большая культура, ну, такие стереотипные установки, когда программисты с засаленными волосами, с вытянутыми рукавами и в пижаме ходят на работу. И это на самом деле отчасти правда, потому что здесь нет такой культуры, что вот мы идем куда-то вечером в ресторан и хочется наряжаться. Поэтому, конечно, первые мои клиенты были русскоязычные, то есть это были ребята с Беларуси, с Украины, ну, с разных абсолютно мест. И мы работали с ними, а потом уже постепенно переключались на более американизированную аудиторию, скажем так. Поэтому большая часть моих клиентов сейчас здесь, Берик, именно, если мы говорим, это обычные женщины, которые хотят сделать, например, фотосессию для, например, для семьи, для каких-то рождественских открыток. Или это женщины, которые, например, начали свой бизнес и им хочется презентовать себя как серьезную бизнес-вумен, например. Им нужны какие-то фотографии или видео, или какой-то контент. Потому что моя работа в определенной части состоит более в подаче клиенту уверенности в его неотразимости. Потому что, ну, коммерческая работа для меня, на самом деле, часто кажется очень такой натуральной и естественной. Это макияж, который абсолютно невиден и несчитываемый. То есть, но при этом мои клиенты должны чувствовать, что вот я красотка. Я неотразима, и все будет хорошо, потому что человек знает, что он делает. А вы знаете, что вы? Я знаю, что вот мы начали разговор у нас с Дианой Скавронской. Я хочу немножечко сказать о Диане Скавронской. Она является солистом оперного театра здесь в Сан-Франциско. И вчера мы посмотрели очень интересный спектакль «Пучини» «Вогимия». Большое количество клиентов у Кати – это селебрити. Спасибо. Это Сан-Франциско. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы вы готовили селебрити, какие у вас подходы существуют? Вы договариваетесь, вы делаете какие-то пробные вещи с кеми? Или вы просто приходите и наносите свой пакияж, свой мейкап? Ну, я бы вообще начала в целом говорить о том, что клиенты не делятся на селебрити или не селебрити. Потому что каждый человек уникальный, каждый человек со своими, назовем, тараканами в голове. У каждого есть свои какие-то комплексы, свои идеи, как он это хочет и как это видит. Поэтому нет большой разницы между тем, сколько подписчиков или насколько известный человек, с которым я буду работать. Всегда разговор между мной и клиентом строится вот на этом. Может быть, немножечко есть мандраж какой-то, когда ты работаешь с новыми, очень известными людьми, например, или с богатыми людьми. Ну, я не знаю, с людьми, которые какое-то влияние имеют. Конечно, всегда хочется понравиться. Может быть, не всегда это получается, но тем не менее. То есть люди работают с людьми. И схема работы совершенно такая же, как и со всеми. То есть мы должны определить, зачем нам нужен макияж, куда мы идем. Мы идем, не знаю, в гости на день рождения, когда мы будем общаться с людьми очень близко вплотную. Или мы идем на фотосессию, где будет фотографа очень много, вспышек света. То есть это разный тип макияжа. Или мы идем на ковровую дорожку, где будет огромное платье. Ну, то есть образ всегда считывается в целом, и макияж готовится, исходя из того, какую задачу он должен принести. То есть если мы делаем фотосессию, это одно. Если мы делаем видео, это другое. Если мы делаем какой-то макияж, чтобы просто выглядело хорошо, и люди даже не заметили, что есть как таковой макияж. Это немножко совсем другое. Плюс, когда мы работаем с какими-то проектами, то есть всегда картинка воспринимается так же в целом. И мы всегда обсуждаем, какая одежда будет, какой будет образ. Мы будем снимать на черном фоне, на белом. Мы будем снимать на улице, где может быть дождь или ветер. Или мы будем снимать в помещении. То есть куча-куча-куча нюансов, и всегда профессионалы знают картинку в целом. Потому что вы не можете сделать один макияж на все случаи жизни. Ну, очень хочется, но, к сожалению, так не работает. Поэтому тот элементарно. Простой пример. Вот смотрите. Например, есть какой-то продукт. И посмотрите, как он считывается. Вот если мы смотрим через камеру, посмотрите, как он считывается на белом фоне. Насколько он мягкий, нейтральный. И тот же самый продукт на черном фоне. То есть одно и то же, но выглядит, например, на черном он намного ярче. И это нужно все учитывать для того, чтобы понимать, какую задачу мы приносим нашим клиентам. Поэтому я бы сказала, что здесь нет разговора про звезд или про каких-то супер важных людей. Здесь есть разговор про команду. Есть разговор про каждый фотограф, кстати, каждый видеограф, каждая команда работает в определенном стиле. И я всегда стараюсь изучить этот стиль и понять, как они хотят. Потому что у меня есть клиенты, фотографы, которые любят очень глянцевую, холеную кожу. А есть люди, которые любят очень наглухоматываю кожу. И каждый раз, вы знаете, каждый новый проект с новыми людьми, это не только про клиента, а сколько вообще про в целом всю команду и про успех общего проекта. Поэтому правильнее, наверное, будет сказать, что поправка делается абсолютно на все, потому что мы изучаем в целом, как это будет. И наша основная задача, как, скажем, людей, которые обслуживают клиента и формируют видение, это понять, что мы делаем и выдать максимально эффективный продукт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и объяснила, почему именно эта прическа и этот мейкап. Ну, мужчины же тоже делают мейкап. Безусловно. И объяснила нам, почему именно эту фотографию она выбрала. Вы готовы? Да, конечно, давайте попробуем. Все, тогда начинаем наш эксперимент, друзья. Хорошо. Друзья мои, вы знаете, мы решили так сделать с Катей. Я о Кате абсолютно не рассказываю, кто такой Дюмаш Кудайберген. Не говорю о нем, не даю информацию, где он выступал, какие имеет награды. Просто вот Катя сейчас будет выбирать, смотреть на фотографии. Выбирать мы будем немножко попозже. Сейчас мы просто смотрим на фотографии, вот то, что сейчас делает Катя. И будет говорить, давать свои характеристики. Кто такой Димаш? Так, пожалуйста, Катя. Так, мы просто вбили имя, выбрали фотографии. И исходя из того, что есть, я пытаюсь оставить какую-то характеристику, как я воспринимаю этого артиста в интернете, как его подают. Соответственно, то, что я вижу. Я бы сказала, что судя по этим фотографиям, это порядка может быть 25-летний парень, которому пытаются создать имидж такого очень холеного, лощеного, сладкого мальчика, кумира миллионов девочек, которые будут его обожать и пищать. Вот примерно в такой отрасли. То есть, вот эта стрижка с длинными волосами, немножко романтизма такого дает. Плюс идеальная кожа. Но опять же, это судя по тому контенту, который я вижу в интернете. То есть, какая-то вот эта вот улыбочка на одну сторону, может быть такой легкий, ну такой легкий прищур, какой-то глаз. Ну то есть, что-то вот такое вызывает во мне эмоции, как, не знаю, там Джастина Тимберлейка или Джастина Бибера, которые в свое время тоже начинали вот с выступлений, и тоже вот их как бы красиво одевали, весь такой стильный, весь такой загадочный. Ну то есть, то, что я вижу сейчас. То есть, вот опять же, есть фотография с выступления, где он такой симпатичный молоденький мальчик, улыбается, стоит, поет. Катя, как вы думаете, это специально фотографа настраивает его на такой лад, или он такой сам артистичный? Я, мне сложно сказать, потому что я не знаю его лично, его персональность никакую, но, как бы опять же, каждый фотограф снимает в своем стиле. Возможно, что это был какой-то коммерческий проект для привлечения большей аудитории или рекламы. То есть, ну вот, видите, как бы такой очень классический, такой загадочный, симпатичный, поющий мальчик. Мне кажется, это коммерческий успех, потому что это выглядит всегда хорошо и продается дорого. Катя, вы знаете, я хочу вам сказать, что вот буквально недавно мы делали репортаж с фотографом. Она, она с Казахстана, она давно его знает. Она говорит, что он сам по себе такой артистичный человек. И вот этот, как вы сказали, прищур и улыбка, это все исходит от него, от самого. Надо сказать, дорогие друзья, что Катя никогда не видела Димаша Кудайбергена. Она ничего никогда не слышала. Живет здесь три года. Ну, представьте себе, на самом деле, творчество Димаша Кудайбергена складывалось за последние три года в наибольшей степени. Поэтому и понятно, наверное, сама Катя с Красноярска, Сибири, Сибирячка. Вы помните, у нас на канале уже были сибиряки. Это Мария Поддубная. Мы завтра скоро будем делать репортаж с Антоном Поддубным. Так вот, Катя тоже Сибирячка. Так, продолжаем наш эксперимент. Сейчас, минуточку. Сейчас мы теперь будем вам говорить о том. Я покажу фотографии в разных городах Димаша. И, значит, Катя выберет самую лучшую фотографию и скажет, почему. Хорошо. Так, вы знаете, сейчас Катя посмотрела множество фотографий. Я показала Димаша в Москве, в Нью-Йорке, в Украине, в Китае. И Катя выбрала Москву. Она сказала, что наиболее интересный стиль был именно в Москве. Хорошо. Пожалуйста, прокомментируйте, почему именно в Москве. Ну, это, я думаю, что больше мое персональное восприятие, потому что мы воспринимаем артиста все как красота в глазах смотрящего. Мне просто отзывается это. Выглядит очень такой консервативный стиль, черный кафтан. То есть, нету какого-то такого мальчишечего ребячества какого-то на сцене. То есть, очень такой дорого-богато, красиво, роскошно. Да, есть еще Димаш в красном костюме. Если вы сейчас пока будете говорить, прогуглите, вы посмотрите. А вот, Катя, вы сказали, что Димаш невысокого роста. Почему вы так решили? Я предположила это, потому что на большинстве фотографий, которые я видела, я видела, что стилисты поднимают волосы. То есть, делают такую довольно объемную укладку, что прямо так на несколько сантиметров очень существенно поднимают волосы от лица. И часто такие трюки используют звезды для того, чтобы добавить себе роста. В некоторых случаях оно не работает, потому что сложно угадать точный рост человека на сцене. Ну, так как на сцене все смотрят, и люди как бы стараются наоборот показать больше, ярче, чтобы всем было видно. Но я предположила так, потому что на ближних каких-то фотографиях, где его снимали, тоже как бы есть вот этот эффект при подъеме волос. А вы сказали, что везде, на всех фотографиях, прическа у него одинаковая, только уложена немножечко по-разному, да? Да, ну, из того, что я видела, вижу, что вот эта часть элемента волос на лице, она везде присутствует. То есть, в некоторых случаях его, ну, по-моему, в Китае, где он в белом костюме был, там как-то убирали от лица. Но в основном эти вот эффект нависания, закрытия часть там лба, везде присутствует, поэтому сложно сказать, нужно вблизи бы посмотреть более. Но я думаю, что да, плюс-минус очень похожий такой какой-то стиль, где-то чуть-чуть длиннее, где-то чуть-чуть короче. А вот вы знаете, вот вы видели его в красном, это он тоже в Москве у Игоря Крутого, а вернее, я не помню, какой это концепт был. Игорь Крутой, он впервые... А, это Киев, да? Ну, в таком же красном костюме он выступал в Киеве и в Москве на премьере песни «You love». Вот. Это, ну, я порекомендую вам послушать Кате его, потому что Димаш Кудайберген выиграл в 2017 году «The Voice» в Китае. В Китае. И после этого он стал очень популярен, знаменит. Ну, и мы говорим, выиграл, на самом деле он взял второе место, но это чисто формально, потому что первое место дали девушки из Китая. Ну, в Китае, в Китае, понятно. Поэтому мы все говорим, что Димаш выиграл этот конкурс. Он высокого роста, довольно высокого роста, где-то больше, чем, ну, где-то по два метра. Вот. Вы, в принципе, угадали. Димаш, натура очень артистичная, очень. Если вы посмотрите его ролики, его клипы музыкальные, то вы обратите внимание, что везде он разный. И Димаш, наверное, очень такой, ну, как бы сказать, очень открытый в выражениях своих эмоций. Поэтому, наверное, у него такое большое количество поклонников во всем мире. Вот. Спасибо большое вам за этот эксперимент. А теперь продолжаем эксперимент со мной. Хорошо. Друзья мои, вы знаете, я сегодня принесла вот такую косметику. Ну, я думаю, что она у всех абсолютно одинаковая. Это вот румяна, они же пойдут и под тени, и это тушь. Это все мое, ребята. Знаете, дорогие друзья, я говорю, ребята. Почему? Потому что, ну, на самом деле, вот смотрите, вот даже карандаш, он не совсем точеный. Вот здесь вот все абсолютно такое, знаете, вот, наверное, в каждой косметичке вот все это есть у каждой девушки, у каждой женщины. Сейчас Катя попробует с моей косметикой справиться. Вот сейчас, если сделать мейкап на мое лицо. Вот сейчас, смотрите. Мы начинаем делать макияж. Это наш второй эксперимент, друзья мои. Вот видите, я в волосы собрала резиночку. Я хочу вам показать, что вот уже вот такие статьи подобного рода есть у Кати. Это журнал... Red Heart Monday. Ага. Еще раз повторите. Red Heart Monday. Это журнал Сан-Франциско, который печатается. Хорошо. И вот видите, вот подобного рода есть уже информация о Кате. Сейчас Катя пока будет делать макияж, она будет нам рассказывать, как она попала на страницу этого журнала и о чем это вообще вот статья. Друзья мои, вот сейчас, видите, я без косметики. Вот. Угу. Абсолютно без косметики. Так, друзья, начинаем. Угу. Так. Я наношу тон. Мой самый любимый способ нанесения это влажным спонжем. То есть весь акцент можно на ваше лицо. И сейчас смотрите глазками наверх, пожалуйста. И буду попутно рассказывать про... Про журнал. Как я туда попала? На самом деле мы познакомились с редактором журнала, когда мы сделали коллаборацию. Это то есть просто мы сделали какой-то некоммерческий проект с одной моделью. И эта модель знакомая редактора. И редактор спросила, может ли она использовать эти фотографии для обложки журнала предыдущего месяца. Угу. Вот. Ну, соответственно, в другой раз, когда ей потребовался визажист, она просто написала мне напрямую и спросила, не могла бы я сделать макияж для ее клиентки, которая тоже хочет написать статью про себя. Я пришла на съемку. Мы сделали макияж и прическу. Собственно, обложка этого журнала как раз это и есть та съемка, которую мы делали. То есть вот этот образ. Мы там несколько раз меняли, раз, наверное, 7 или 8 переодевались. Угу. Вот. Но. Да, спасибо. Вот. И мы разговорили с редактором Ириной. И я спросила касательно того, как вообще печатаются люди в журнале, потому что я никогда не печаталась, мне было любопытно. Именно в текстовом журнале, то есть не только фотография, когда именно какая-то информационная еще составляющая есть. Вот. И Ирина сказала, что она с удовольствием напечатает статью. И статья, собственно, про меня, про то, как я приехала сюда, чем я занимаюсь, чем я известна, что я умею делать, про концепцию макияжа, которую я несу, о том, что макияж это про человека, а не про технику визажиста. Угу. Вот. Поэтому можете ознакомиться на всех сайтах и всех каналах связи. Она есть. Я согласна в том плане с Катей, что вот смотрите, даже сейчас я предложила свою косметику, профессиональному визажисту. Она не отказала. Она сказала, хорошо, я попробую сделаю на твоей косметике. Мы сейчас посмотрим, что из этого получится. Я думаю, что Катя готовит, она находится на Французской, готовится, наверное, к визе, которая называется E.B.1, E.B.2. Это для тех, кто имеет какие-то свои достижения в своей профессиональной деятельности. И вот Катя, она очень правильно делает. Она сейчас печатает о своей деятельности в разных журналах. Кто-то её приглашает, как вот здесь вот произошло, кто-то, где-то Катя, может быть, сама, да, просит, чтобы напечатали. А не, это правильно. Это очень верный шаг, потому что, друзья мои, я и говорила вам, что в Америку попасть не так уж и трудно. Просто надо будет понять, через какую дверь ты войдёшь, как говорится, в это общество, и как ты станешь гражданином в этом будущем. Вот одну из дверей нашла Катя. Вот она решила через экстраординарные способности подать на эту визу. Визу талантов она ещё называется. А вообще мы по политике. Ну, то есть это уже здесь, внутри страны получилось, что мы просто хотим перевести кейс. Ага, хорошо. То есть это не так, как мы приехали по-другому. Это просто мне хочется ускорить тот процесс, поэтому получается, что... А, понятно. Потому что тот процесс, скорее всего, большая очередь, и вас просто... Да, да, да. И вас просто выкинули из очереди. Ну, либо мы там где-то застреваем. Или вы уже как-то застреваете, да. Почему? Потому что это очень важно. Некоторые люди не любят говорить о том, что они приехали по политике, скорее всего, убежали через мусиканскую границу. Нет, мы по туристической визе приехали, и потом просто стало небезопасно возвращаться домой. Угу. Да, вот очень большое количество приезжает сюда по туристической визе, а потом переходит на политическое убежище, потому что просто готовят кейсы о том, что возвращаться домой небезопасно. И таким образом остается. Вот сейчас есть также такой же путь, через студенческую визу. Люди приезжают через студенческую визу, а потом переходят на... А, значит... Сейчас наверх подлетите? Ага. Прям класс наверх. Ага. На другие какие-то визы или просто сразу же, значит... Ну, там очень тоже большое количество вариантов. В общем, друзья мои, если вы хотите приезжать, приехать в Америку, большое количество вариантов путей. Вот. И вот, пожалуйста, вот сейчас более подробно нам рассказала Катя, как вот они это всё делают. Почему они подали на политику и параллельно подают на, значит, визу талантов? Потому что очередь очень большая на политическое убежище, и некоторые кейсы просто остаются нерассмотренными. И поэтому люди, чтобы кейс быстрее рассмотрелся, параллельно подают на какие-то рабочие визы или визу талантов, или какие-то другие, да, возможности. И потом уже всё это делается для того, чтобы быстрее перейти на грин-карту. Уже можно лицезреть, что тон выровнялся, но он вам, конечно же, светловат. Поэтому я немного протягиваю его на шею, чтобы сбалансировать переход между шеей и лицом. Да, я сказала, между прочим, Кате, что этот тон я использую только для того, чтобы под глазами немножечко осветлить такие синяки под глазами. Ну, они обычно у всех бывают, синяки такие под глазами. Но не синяки, а такая синюшность или как там с тёмной круги. Но Катя решила сделать по-своему. Она у неё профессиональный класс, она решила всё это, весь тон, нанести полностью на мой адекцион. Ну, хорошо. Ну, и мне же не нужно повторить ваш макияж, мне нужно показать возможности вашей косметики, как можно её ещё по-другому применять. Да, поэтому я думаю, что будет интереснее в этом ключе. И сразу тоже можно озвучивать какие-то ошибки, что тон светловат, и в идеале нужно его подбирать под ваш цвет кожи. Даже в случае, когда вы закрываете синячки под глазами, вам нужно выбрать цвет максимально близкий к вашему, чтобы просто было поплотнее перекрытие. Потому что вы, когда к синему, даже просто элементарная цветоколористика, когда вы к синему добавляете белый, вы получаете голубой, а вам нужно сравнять в коричневый. То есть, либо продвинутые мастера ещё корректируют синим с помощью жёлтого консилера, но для клиентов часто, как и в вашем случае, мне думается, можно просто использовать консилер, и он по плотности будет достаточен для того, чтобы исправить вот синячки. То есть, не нужно там миллион цветов миксовать. А у вас есть вот такой тон, вот вы сейчас говорите, ну, приближённый к моему тону. Можете показать его? Ну, я, скорее всего, буду миксовать. Именно при синячке мы так говорим? Да. Чтобы миксуется, чтобы добиться... Смотрите, что я буду делать? То есть, у меня есть два консилера. Консилер торговой марки NARS. Один в оттенке ванила, один в оттенке бисквит. Что такое консилер? Консилер – это более плотный тональный крем. Он обычно продаётся в маленьких тюбиках для того, чтобы исправлять какие-то точечные неровности. Давайте ещё раз покажем. Вот, посмотрите, пожалуйста. Видите, какие цвета? Да, то есть, я буду смешивать два оттенка, потому что, ну, обычно я не покупаю всю линейку, я просто их миксую между собой, они прекрасно смешиваются. Нет, мы сейчас этого делать не будем. Абсолютно. Мы всё делаем на моей косметике. О, окей. Нет, нет, нет. Мы просто показали, что есть такие консилеры. Всё, супер. Понятно. Так, хорошо. Зачем наверх, пожалуйста. Да, потому что он, то он не всё перекрывает, но он немного забивается. То есть, консилер, как бы, более лучший вариант для использования этого. Люди, которые занимаются макияжем, прическами, ну, это арт-люди. Люди артистической натуры, почему вы начали заниматься? У вас что, какая-то была наклонность? Может, в детстве вы нарисовали? Я очень-очень любила, обожала рисовать в детстве. Сейчас мы, кстати, наносим румяна «милк» в оттенке «верк» называется. Для того, чтобы освежить лицо. Интересно, смотрите, какая интересная механика нанесения румяна. Я обычно наношу вот сюда, ну, скулу. Под скулу. Да. Как это делать на? Да. Да, потому что вам нужно... То есть, самый главный простой способ, как понять, куда нанести, можно улыбнуться со себе и понять, где у нас вот яблочко. И на это яблочко, собственно, мы и наносим румяна. Если мы наносим ниже, то у нас лицо вытягивается вниз. И становится немножко такой дисбаланс на лице. Вот, не знаю, на камеру видно или нет, немножко уже посвежели. А Катя, а почему все-таки выбрали эту профессию? Я очень любила рисовать в детстве, но я в довольно небогатой семье выросла. И как-то... То есть, я в детстве прям рисовала-рисовала, поступала в Суриковскую школу художественную в Красноярске, но меня туда не взяли по каким-то причинам. Вот, и я, скажем, сосредоточилась больше на каких-то более приземленных, скажем так, финансовых работах. И вот, когда мы уже стали встречаться с моим будущим мужем, мы как бы стали рассуждать про то, что мы хотим поехать в другую страну, жить. И решили, что, как бы, чем я буду там заниматься, то есть, чем бы я хотела заниматься. И, исходя из этого, я стала думать, что есть мое вдохновление, что мне нравится делать, на что я готова тратить свое время и прочее. Теперь у нас есть карандаш. Не вижу, какой-то бренд подстерся. В общем, черный карандаш, мы его будем наносить на глаза. Я его потачу, поскольку он у нас немножко подсобранный уже, подиспользованный, чтобы он у нас был поострее. Значит, сейчас натачивает карандаш хорошо. Катя. Да, про макияж. И когда я стала задумываться о том, что если я перееду в другую страну, чем я буду там заниматься, я думала, что мне нужна какая-то работа, которая мне будет в радость. Или не работа, или просто хобби и фан. Я стала думать, что это может быть, и мне пришло в голову, либо я буду заниматься фотографией, либо я буду заниматься макияжем. Поскольку мне всегда нравилось делать макияж, я любила это, я всегда с удовольствием ходила на какие-то фотосессии. Ну, то есть, и это работа с людьми, я очень сильно люблю работать с людьми. Это как бы одно из главных деятельностей, ну, то есть, удовольствие для меня. Мне нравится быть полезной обществу. Вот. И тем самым мы решили с мужем, что сэкономим какие-то деньги, накопим, и я пойду на профессиональный курс визажиста. Вот, решение пришло вот таким образом. То есть, вы ходили в Красноярске на курсы, да? Посещали курсы визажистов? Да, все верно. Я долго присматривалась к школе, в которой я хочу учиться, и выбор пал на первый курс. Это школа Яны Колосовой. Яна, большой привет, если вы это смотрите. До сих пор очень теплые какие-то воспоминания и отзывы. Это был человек, который вдохновил меня работать и продолжать. Интересно было, что мне было уже, я уже была далеко за 25, и я была практически одна из самых взрослых учениц в этой группе. Ну вот, я пока не сдалась и все еще продолжаю делать то, что я делаю. Ну, вы эти сертификаты сюда привезли в Америку, и вы могли их как-то использовать? Вы показываете их, наверное, своим клиентам. Ну, если честно сказать, сертификат вещь хорошая, но клиенты чаще выбирают по портфолио. То есть они видят работу, и большая часть моих клиентов, которые приходят ко мне, они говорят, они приходят из категории, вы накрасили мою сестру, маму, подружку, кого-то, и мне очень понравилось, я тоже хочу к вам. То есть лучшая рекомендация – это люди. Это люди, с которыми мы работаем. А вот этика, она существует же во всех профессиях, например, я была преподавателем, у нас обязательно... Сейчас, смотрите вниз, пожалуйста, не закрывайте глазки, просто смотрите вниз на пол. А, хорошо. Я наношу тушь. Да, извините, я вас перебила про этику, вопрос был. Да, безусловно, этика присутствует, и есть много разных вариаций, как ее применить. Этика по отношению к коллегам, этика по отношению к клиентам. Самый, наверное, часто встречающийся проблемный вопрос по отношению к клиентам – это обсуждение каких-то особенностей клиента. То есть у меня много есть клиентов, которые мне иногда рассказывают, что вот мы пришли к визажисту, а визажист нам говорит, у вас, не знаю, прыщи на лице, вам надо их лечить. И то есть, ну, или там у вас асимметрия бровей, или что-то еще, и клиент уходит на свое мероприятие, а чаще всего визажистов нанимают на какие-то ивенты, съемки с полным ощущением, что с ними что-то не так, что вот у них вот там брови гуляют, или губы некрасивые, или что-то еще. То есть вы, ну, как бы, этика в том, что подарить клиенту позитивные эмоции, чтобы клиент ушел от вас и думал, боже, я такая красивая, неужели я могу такой быть? А как бы это чудовищно в моем восприятии, когда люди уходят от вас с мыслями о том, что им надо идти к косметологу, у них какие-то проблемы, они какие-то страшные, они какие-то там… Ну, то есть мастера просто могут подарить комплексы, и это очень неэтично и непрофессионально в моем восприятии. Также есть этика по отношению к коллегам, то есть когда люди начинают, не знаю, сплетничать, играть в какие-то подпольные грязные игры, рассказывать клиентам, не знаю, какие-то гадости, ну, то есть это как бы тоже очень-очень нехорошее дело, неблагодарное, и такое тоже случается. Но есть и обратная сторона, потому что мы работаем в комьюнити, и когда я сюда приехала, я, конечно, хотела познакомиться с мастерами здесь, и первую мою работу платную я получала именно через коллег. То есть я общалась с ребятами, мы в хороших дружеских отношениях со многими до сих пор, и как бы всегда вот эта ситуация возникает, ну, регулярненько возникает, когда, например, у меня уже есть клиент, и есть еще девушка, которая хотела бы ко мне записаться, но я просто не могу, я уже занята с другим человеком. И я говорю, вот у меня есть коллега, я могу вам порекомендовать, и моя коллега как бы получает клиента. И то же самое играет как бы в обе стороны. И это как бы огромное здоровое профессиональное комьюнити, когда вы поддерживаете клиента, когда вы рекомендуете. И, конечно, разумеется, ваш коллега должен соответствовать уровню, который вы заявляете. Но если это происходит, то это абсолютно нормально, когда все складывается, как складывается. Вы уже были на показах в Нью-Йорке. Что это за показы были? Что в Нью-Йорке организуются постоянно такие какие-то шоу, да, мастеров? Я работала на неделе моды в Нью-Йорке в прошлом году и в этом году. Дважды в год в Нью-Йорке проводится официальная неделя моды, где лучшие дизайнеры со всего мира выставляют свои коллекции на показ для каких-то судейств. Вот, собственно, на таком показе я и работала. Разные компании, которые занимаются именно продвижением и промоутированием, ну, то есть в зависимости от уровня дизайнера, понятно, что там в Шанель и в Сен-Йоран работают на более высоком уровне, на те показы очень сложно пройти, как и гостям, так и работникам. Вот, ну, есть показы тоже высокого качества, которые не такие огромные, скажем так, не такие известные, но, тем не менее, они имеют место быть, и они тоже очень хорошего уровня. Специально записываю это видео на русском языке. Не хочу сильно хвастаться для всех англоязычных моих подписчиков. Меня сегодня посадили за стол лидеров. В общем, карьера растет, если это можно так назвать. Нет, на самом деле мне очень нравится работать с ребятами на LA Fashion Week. Я приехала вообще в Лос-Анджелес из-за них, потому что уже были приглашения на другие недели моды, у других организаторов, но, как бы, команда Art & Hard Fashion прям очень покорила мое сердце, и я здесь ради них, потому что мне очень понравилось, они меня очень впечатлили, они меня тепло приняли, и, как бы, и вот мы продолжаем веселиться, тусить. На одном из таких показов мы были с одним из блогеров, известным в Сан-Франциско, это Марина Манюка. Нет. Ну, она была, да, на этом показе? Я с ней не встречалась в Нью-Йорке ни разу, я с ней работала только здесь. А, здесь, в Сан-Франциско. Как она дала свою оценку? Потому что она тоже довольно-таки известный блогер, и ее оценка тоже очень важна. Да, с Мариной Магилко у нас была совершенно интересная история. Сейчас, закройте, Владик. Когда я приехала сюда, в Америку, с своими двумя сотнями подписчиков из России в Инстаграме, конечно же, я никого не знала, и одна из моих подруг сказала, что вот есть классная, известная, популярная блогер Шамрина, и тебе нужно бы с ней познакомиться. На что я, посмотрев, изучив ее профиль, поняла, что я не по уровню ей, то есть она уже известная, а я вот совсем-совсем только приехала. И мне стало как бы, ну, то есть я даже не решила, не стоит писать, потому что, ну, как бы, нужно соответствовать тому, чему вы заявляетесь. И прошло, наверное, года два, и мой Инстаграм вырос там до двух с половиной тысяч подписчиков, все местные живые ребята, никакой покупленной аудитории, и Марина написала мне сама. То есть она нашла меня где-то, она, по-моему, искала визажиста для работы здесь в Сан-Франциско, спрашивала у аудитории своей, ей несколько человек прислали мой профиль, и вот так она обратилась ко мне. Ей была нужна съемка в таком очень фэшн-стиле для журнала, и, в общем-то, она пригласила меня, спросила, на каких условиях я работаю, и, в общем-то, так мы и познакомились, и поработали вместе. Вы все уже или еще нет? Да, я думаю, что помаду сейчас я сделаю. Друзья, ну, мне кажется, что Катя уже скоро заканчивает свою работу, и мы сейчас вам покажем, что из этого получилось. Я немножко тоже скажу свое слово, да. Вот Катя считает, что надо немножко сделать ярче губы. Ну, у нас не очень много продуктов, поэтому, раз уж мы такую трансформацию делаем, я думаю, что можно поэкспериментировать с теми продуктами, которые есть, и особенно интересно посмотреть, как поменяется лицо на камере, потому что камера – это все-таки немного другой макияж, он должен быть немного сильнее, ярче, чем жизнь, так как у камеры есть свойство немножко менять картинку. Катя, а вы не считаете, что тон моего лица немножко светлее, чем нужно? Ваш тон значительно светлее, но мы, по крайней мере, перекрыли капиллярчики, то есть мы можем его убрать, так как я не могу ничего поменять с цветами, которые у нас есть, то… А можно немножечко как это, ну, как-то его затонировать или снять, потому что я считаю, что все-таки тон немножечко… Мы можем его затонировать моими продуктами или можем снять его со всем? Потому что у меня нету опций, ну, то есть я не могу вам сделать тот макияж, который я бы хотела вам сделать. Друзья мои, ну, понятно, да, я вам сказала, что я, значит, этот тональный крем использовала для того, чтобы просто вот убирать свои вот эти, ну, черные круги под глазами, вот, но сейчас Катя решила немножечко… Да, мы его уберем, чтобы… Извинить, да, извинить, и сейчас, значит, Катя нанесла его, но сейчас она его убирает, потому что все-таки он слишком светлый для моего лица, я так думаю, да? Да, очень значительно светлый. Очень значительно светлый, да. Так, ну, как это… Катя, мы сейчас находимся в Вашей студии замечательной. Вот здесь вот фотография Катя. Да, это я, на это я обратила внимание. Знаете что, дорогие друзья, я вот хотела бы еще один вопрос задать Кате, потому что это очень важно. Оказывается, здесь, в Америке, существует так называемая репаративная система, когда человека надо восстановить после операции или химиотерапии. И вот как раз вот этим и занимается также Катя. Это очень важно, друзья мои, потому что это наша социальная составляющая. Таким образом, Катя тоже вкладывает свой вклад в общество, да? В какой-то степени. У меня есть совершенно уникальная подруга, назовем уже теперь. Изначально она была клиенткой. Это была девушка Лилия. Мы, наверное, добавим ее в описание к видео, если вы захотите посмотреть ее блог. Потому что она совершенно великолепная женщина, мама трех детей. И вот на своих ранних сорока она узнала о том, что у нее обнаружен рак груди. И начался курс химиотерапии по излечению. То есть это, к счастью, обнаружили очень рано. Но, тем не менее, это имеет место быть. И в своем канале, на своем блоге она как раз рассказывает о том, как она восстанавливается, как она себя чувствовала после процедур. Что можно кушать, что нет. Что такое химио, какие-то продукты. Ну, то есть какие-то вещи, с которыми вы, надеюсь, никогда не столкнетесь. Но если столкнетесь, какие-то полезные советы человека, который потратил очень много времени на изучение этого вопроса, на свое здоровье. И я думаю, что это будет полезно, потому что ее канал очень хорошо живет на том, что как раз много людей, кто столкнулся с такой же проблемой и совершенно не с кем обсудить. Поскольку не все врачи достаточно компетентны. Кто-то не знает, кто-то не понимает. Кто-то просто может быть там занят или не работает именно с людьми после химиотерапии. Вот. И мы познакомились как раз, когда Лиля обратилась ко мне. Она начинала свои курсы процедур и переживала по поводу того, как она будет выглядеть. Потому что она красивая молодая женщина. И наша задача была научить ее делать макияж для себя, подобрать какие-то продукты, посмотреть, как все будет выглядеть. Потому что я очень уважаю эту позицию и точку зрения. Она не хотела испытывать, чтобы окружающие ее люди испытывали чувство жалости к ней. Она хотела продолжить свой здоровый образ жизни, быть счастливой, быть уверенной в себе красивой женщиной. И сделать это максимально безболезненным для нее, для ее жизни. На этом фоне мы и познакомились. А в дальнейшем я ее пригласила уже поучаствовать моделью. Потому что я готовила работу на конкурс как раз по лучшему восстановительному макияжу. Но это у нас получилась такая очень арт-работа. Но очень вдохновляющая работа. Потому что мы получили огромное удовольствие от всего процесса. И вишенкой на торте оказалось, что мы победили с этой работой на международном конкурсе. Очень приятное такое ощущение. Когда человек... И очень символично. Когда человек, у которого есть проблемы, он не сдается. И он как бы не... Борется. И наша как раз работа называлась «Между жизнью и смертью». Где Лиля в одной руке держала бабочек жизни. А в другой руке череп, который символизирующий смерть. Что она балансирует между этим. И все еще остается уникальной, красивой и прекрасной. Катя, мы сейчас в описании под видео обязательно оставим все ваши данные. Потому что сейчас люди все заинтересуются этим. Проживающие в Сан-Франциско, в Бейре. Пожалуйста, Катя, всегда ее двери открыты для вас. Да, я очень много работаю на выездах. То есть, у меня сейчас есть команда ассистентов, помощниц моих. Работы становится все больше и больше. Люди обращаются. И хочется предоставлять качество и сервис, доступный для всех. Они ограничиваются определенным моим расписанием. Поэтому приходите, будем очень рады. И я вас также приглашаю в студию. В следующий раз давайте сделаем видео уже с другими продуктами, которые более подходят вам. И как раз можете также заснять, рассказать людям, насколько можно преобразиться с помощью макияжа. То есть, давайте делать другие эксперименты. Я думаю, это будет тоже очень интересно. Спасибо, Катя. Обязательно придем. Друзья мои, вот Катя. Вот видите, обратите внимание, какие интересные у них туфельки. Я вот тоже свои сейчас покажу, потому что я специально. Такой у меня лук, casual, спортивный. Катя, почему я показываю сейчас Катю? Потому что Катя, оказывается, не только работает в сфере мейкап. Она занимается и образами стиля. Да, созданием образов. Я работаю со многими замечательными и не очень дорогими пока людьми в Беллии. Со стилистами, с фотографами, с людьми, которые помогают создать и презентовать себя, почувствовать себя на миллион долларов. Поэтому, если нужны какие-то вопросы, я всегда с удовольствием делюсь рекомендациями прекрасных и высоких профессионалов и проверенных людей на любой бюджет. От совершенно небольших до уровня Forbes людей. И буду рада помочь всеми способами, которыми смогу. Спасибо вам большое. До свидания, Катя. Спасибо вам. Спасибо вам за прекрасный подкаст. До свидания. Всего доброго вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо.